Сегодня мы продолжаем наше знакомство с Ивеко Стралис. В прошлой программе о своих впечатлениях нам рассказал знаменитый гонщик Фердаус Кабиров. А сегодня мы поближе познакомимся с самим автомобилем. Вообще сложно переоценить, насколько комфорт магистрального тягача приоритетнее, чем его мощность двигателя. Но на самом деле это далеко не последняя вещь. Давайте познакомимся поближе с салоном нового Ивеко Стралис. Ну вот мы и в салоне нового Ивеко Стралис. Наша комплектация называется High Road. То есть это не самая широкая, не самая высокая кабина во всей линейке нового Ивека. Но посмотрим, что здесь у нас есть. Фердаус немного рассказал про посадку водителя за рулем, про регулировку руля. И действительно очень богатую регулировку сидения. То есть это естественно немаловажный факт. Поскольку водитель здесь проводит основную свою рабочую часть времени. А мы немножко коснемся дополнительных комфортных вещей. Сверху у нас очень большое количество полок. Всевозможных каких только нету. Полок, полочек, сеточек. Всего, что только можно себе представить. У нас есть холодильник. Вот такой вот холодильничек. Достаточно объемный. Здесь можно очень даже определенную часть продуктов разместить. Здесь есть держатели для бутылок, всяческие кармашки, для всякой мелочевки. Вот забавная вещь. Вроде бы мелочь, а приятная. Планшет для документов. Очень удобный. Документы не валяются по всему салону. Находятся в нужном и известном месте. Передняя консоль. Сделана хоть и из обычного пластика, но тем не менее имеет фактуру карбона. Что очень модно. И возможно будет близко молодой аудитории. Здесь есть полный пакет курильщика. Пепельницы и всякие маленькие бардачки. Те необходимые вещи, которые нужны водителю в дальней дороге. Кондиционер. Автономный подогрев кабины. Кстати, опять же, в более дорогой версии, в хайвей, можно установить автономную климатическую установку. То есть она будет работать как отопительная система и как для кондиционирования воздуха. Попробуем посмотреть, что нам предлагает ВЕКО уже для отдыха. Так, отходим в рот и пытаемся встать. Здесь не сказать, что очень уж комфортно, но я вот встаю в полный рост. Дело в том, что кабина Хайроуд не слишком высокая, и поэтому консоль, под которым находится рядный двигатель, заставляет конструктивно только вот так сделать этот автомобиль. То есть с большой подножкой. Здесь нет ровного пола. Но в любом случае, кстати, в рост, с моим ростом в 1,87 м, с открытым люком я могу. Здесь в емкости для каких-то вещей. Здесь вот, очевидно, место для белья как раз. А вот этот сундачок, он у нас сообщается с дверцей, которая открывается снаружи. В общем, можно залезть как и снаружи автомобиля вот в этот отсек, можно и изнутри. Так, попробуем прилечь. Ну и с двухметровым ростом здесь можно разместиться вполне даже себе комфортно. У нас здесь есть управление как раз климатической установкой, светом, да, автономным подогревом, блокировкой дверей, люками и электростеклоподъемниками. Еще у нас здесь есть светильничек. Отдыхая на стояночке, можно почитать любимую книжку. Теперь попытаемся залезть на верхний ряд, на верхнюю полку. Кстати, большинство водителей предпочитают именно верхнюю полку, потому что здесь, как правило, какие-то вещи. Если водитель находится один в поездке, то он занимает верхнюю полку. Видимо, там еще и теплее. Чтобы залезть туда, нам нужно выпустить лесенку. Вот так вот выпускается лесенка. Нужно изловчиться. Я здесь тоже вполне себе нормально укладываюсь. У меня есть свет, чтобы почитать книжечку. Вот так, да? Прекрасно. Спокойной ночи, друзья. Ну вот, здесь есть шторочки, приятные на ощупь. Прямо как дома. Здесь тоже большая полка. Здесь как раз можно складывать любимые книги. Здесь вполне можно возить с собой любимую библиотеку. Полки, про которые мы уже говорили, открывающиеся. Здесь можно спокойно все увидеть, где что лежит. Здесь можно провести довольно много времени. И за рулем, и отдыхаем. Ну что, настало время прокатиться. Это самая интересная часть. Как и в любом тесте. Вообще, управление грузовиком это настоящий вызов самому себе. Здесь нужно заранее думать, что ты делаешь и зачем делаешь. При этом думать наперед. Когда и что-то будешь делать. То есть, каждый следующий поворот и каждый следующий подъем либо спуск должен сопровождаться какими-то правильными переключениями передач. Здесь их 16. Вообще, коробка ZF довольно уже привычная для многих водителей-дальнобойщиков. И принципиально новая она не считается. То есть, она уже давно использовалась как агрегат на сидельных тягачах. Трансмиссию встроено устройство, называемое Intarder. Это гидродинамический, неизнашиваемый тормоз-замедлитель с интенсивным теплообменом. Intarder постоянно поддерживает тормозное усилие даже в момент переключения передачи. Это позволяет эффективно затормаживать тяжелый тягач, особенно на спусках. Тормоз-замедлитель способен на 90% обеспечить торможение с минимальным применением основного тормоза. То есть, фактически свести к минимуму износ тормозных колодок. Опять же, хочется отметить все то же самое, что мы заметили, пока ехали с Кердаусом вместе. В машине действительно очень тихо. И с шумоизоляцией здесь поработали очень достойно. Ну и пневмоподвеска, опять же, дает о себе знать. Абсолютно мягенько проходят все неровности дороги. Очень приятно, комфортно и удобно. Новый Stralis может быть оснащен различными типами подвесок. Параболической, задней пневматической или полностью пневматической подвеской. Пневматическая подвеска оборудована системой электронного управления для поддержания рамы автомобиля на постоянной высоте при перевозке груза и регулировке ее положения во время загрузки, разгрузки и сцепления тягача с полуприцепом. Очень здесь радует расположение приборов и их читательность. Вся абсолютно панель приборов открыта для водителя из-за рулевой колонки. Кроме привычных спидометра и тахометра, датчиков температуры и топлива. Посередине находится очень большой дисплей жидкокристаллический, на котором отображается практически вся информация. От скорости до выбранной передачи, от состояния передачи, в каком она находится, в повышенном ряду или в пониженном. Вообще все расположения кнопок, их, пожалуй, только на ходу можно оценить. То есть панель слегка развернута к водителю и, в общем-то, все кнопки находятся в такой удобной досягаемости. Несколько слов хотелось бы сказать о зеркалах. Вообще в таких машинах это просто необходимая вещь. Здесь все как и полагается. Зеркала с разными углами отражений, расширенные, типа рыбий глаз, и простые. С правой стороны тоже абсолютно все оборудовано. Есть зеркало мертвой зоны справа и мертвой зоной, которая находится впереди автомобиля. Все эти зеркала дают полную картину того, что происходит вокруг вашей машины. Новый Stralis оснащается уникальной функцией оценки эффективности стиля вождения, а также системой Ivo Connect, которая является эксклюзивной разработкой компании Iveco и включает в себя уникальные информационно-развлекательные функции. Навигацию, функции, помощь водителю. Автомобиль такого класса уже в базе оснащен необходимыми опциями, повышающими безопасность движения. На грузовиках электронные системы устроены иначе, чем на легковых автомобилях. И система, называемая EBS, это целый комплекс устройств, включающих в себя ABS, антиблокировочную систему, ISR, противобуксовочную систему, и EBL, электронный ограничитель тормозного усилия. Ну вот мы с вами посмотрели все, что находится у нас внутри, все очень понятно, все как нужно, все необходимые вещи для водителя там есть. Теперь касаемо внешнего дизайна. Он тоже был полностью изменен. В частности, были изменены вот эти боковые стоечки, был изменен верхний козырек, появилась новая решетка, и был слегка изменен нижний бампер. Все эти вещи очень отрадно сказываются на внешнем дизайне. То есть есть такое ощущение трепетного отношения к деталям. Автомобиль стал выглядеть гораздо лучше. Это отмечают и водители предыдущей серии грузовиков. Кроме того, производитель нас уверяет в том, что изменения кабины сказались на том, что лобовое сопротивление у кабины снизилось на 3%, и расход топлива снизился на автомагистрали до 1%. Подводя итог нашего знакомства с Ивека Стралис, мне осталось только добавить, что седельный тягач в тестовой комплектации стоит около 3 миллионов 450 тысяч рублей. И, конечно, это не кажется завышенной ценой для лучшего грузовика Европы. Напомню, что перед нами обладатель самого высокого звания в мире автомобилей. Звание грузовик года – это не просто шильдик на двери. Это по-настоящему тяжелая и кропотливая работа в поисках тех или иных технических решений. Новых решений в эргономике, в комфорте, в управляемости, в дизайне. Причем на конечный результат влияет все. И такая оценка – это объективное мнение профессионалов, автожурналистов, которые участвуют в выборе грузовик года. По одному от каждой страны. И судя по тому, что видим мы, звание это Стралис получил не напрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...